сильные новости вспомнили как росли цены на бензин за какие услуги в ерип придется платить и обязательно посмотрите на кота белоруса на которого в инсте подписаны без малого 400 тысяч человек сегодня 21 марта в студии сильных новостей алексей шкуров вы смотрите вечерний выпуск подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии погнали от резких скачков до 1 копейки напоминаем как беларуси росли цены на бензин за последние 20 лет по каким критериям обыватель чаще всего оценивать состояние экономики в стране как правило обычные люди смотрят на курс доллара стоимость коммуналки цены на продукты и проезд в общественном транспорте а также обращают внимание на бензин для автовладельцев стоимость топлива и вовсе нередко становится отдельным важным пунктом и существенной статьей расходов сильные новости решили вспомнить как в разные годы беларуси дорожал бензин и с чем это было связано ссылку на этот материал мы оставим в первом комментарии под этим видео на областном субботнике жители гомельщины собрали более 3 миллионов рублей об этом сообщили в облштабе по проведению и организации субботника планируется что собранные средства направят на реконструкцию мемориального комплекса в азаричах к слову по данным облштаба в прошлую субботу бесплатно поработали свыше 500 тысяч человек они наводили порядки в скверах парках на территории предприятий на братских могилах и так далее также отметим что ранее глава обл исполкома иван крупко анонсировал начало реконструкции комплекса в память узников азарического лагеря смерти старт работ намечен на конец марта а в гомеле молодая пара рассорилась подъезде многоэтажки когда молодой человек закрылся от девушки в квартире то начала швырять во входную дверь статуэтки расставленные в подъезде как пишет белка февральским вечером молодые люди вели переписку в соцсетях и поссорились но за ночь страсти не утихли 23-летняя гомельчанка решила продолжить разборки но уже за пределами соцсетей дома у молодого человека ссора достигла своего пика и парень выставил ее в подъезд но уходить девушка не собиралась на лестничной площадке оказалось полка с керамическими статуэтками которую соседи повесили для красоты гостья начала метать одну фигуру за другой в дверь своего парня на шум отреагировали жильцы но прежде чем ее успели утихомирить девушка разбила 6 штук один из соседей написал заявление в милицию оценил ущерб более чем 100 рублей действия девушки квалифицировали как хулиганство и хотя обвиняемая полностью признала вину и уже возместила причиненный ущерб уголовное дело было возбуждено новостям страны генпрокурор раскрыл некоторые подробности смертельного дтп под смолевичами андрей швец сообщил что попавшая в аварию маршрутное такси рассчитано на 15 посадочных мест а ехали в нем 19 пассажиров погони за наживой грузоперевозчик просто натолкал туда людей сказал генпрокурор он отметил что дтп помогло выявить целый комплекс проблем сфере грузоперевоза например службы миноблтранса более 100 грузовиков ездили вообще без техосмотра за какие услуги в ериб придется платить с 21 марта система вела минимальный платеж для некоторых своих операций новшество затронет некоторые банковские услуги такой минимум установили для пополнения счетов вкладов и депозитов сообщение ериб указано что минимальная сумма платежа по указанным операциям будет 3 белорусских рубля леди плохие новости в беларуси запретили продавать нижнее белье известной итальянской марки речь идет о трех комбинациях с маркировкой я мамой так распорядился госстандарт оказалось одежда не соответствует требованиям технического регламента по показателю безопасности я мамой известная итальянская марка мужского и женского нижнего белья бренд считают одной из десяти ведущих компаний в мире моды александр лукашенко прокомментировал стрельбу в гродно и назвал операцию силовиков блестящий напомним в воскресенье кгб сообщил что при оказании сопротивления был ликвидирован иностранный гражданин приехавший для совершения террористической акции лукашенко назвал операцию блестящий высочайший уровень внешних угроз для беларуси вынуждает нас обратить самое пристальное внимание и на угрозы внутренние тем более что это звенья одной цепи актуальность темы совещания отражает последние сводки в общих чертах ситуацию вы знаете но расслабляться как я всегда говорю не время на днях гродно был нейтрализован заброшенный к нам иностранный террорист сказал лукашенко он отметил что был изъят целый арсенал оружия и взрывчатки по его словам теракты должны были совершить против должностных лиц госорганов спецслужбы сработали блестяще изъят целый арсенал оружия и взрывчатки предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан должностных лиц государственных органов в минске начали судить бывшего сотрудника телеканала о нт дмитрия семченко он входил в пул тех сотрудников сми которые освещают деятельность александра лукашенко дело рассматривают минском городском суде дмитрия семченко обвиняют в умышленных действиях направленных на возбуждение национальной либо иной социальной вражды или розни генпрокуратуре ранее сообщали что обвиняемый в 2020 2022 годах в различных телеграм-каналах и чатах публиковал информацию направленную на формирование у людей неприязни и ненависти к сотрудникам мвд военным и представителям власти до суда семченко находился под стражей мы в заключении посмотрите на кота белоруса на которого в инсте подписаны без малого 400 тысяч подписчиков белорус это не гражданство на имя пушистый уже успел засветиться в медиа а еще можно купить майку или кружку с его изображением кстати самая дешевая маечка обойдется вам 25 долларов давайте накидаем лайков белорусу на этом у меня все подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях ставьте лайки присылайте нам свои истории мы о них расскажем над выпуском работал алексей шкуров до встречи на сильных новостях уже завтра